Всероссийская акция Ночь музеев В этом году в проекте участвуют все 13 муниципальных музеев в районах Карелии, а в Петрозаводске впервые свои ночные программы представят Карельская изба и военно-исторический комплекс «Полёт». Оба проекта предназначены для семейного посещения. Двум научным музеям, занимательной науки ПетрГУ и геологии Докембрия тоже есть чем удивить. Мы будем приглашать наших трудящихся мыть золото. Мы окунем их в эпоху золотой лихорадки где-нибудь там на Аляске, Клондайк. Мы дадим ему возможность действительно добыть это золото. Впервые в этом году в Ночи музеев участвует религиозная организация «Евангелический литеранский приход Святого Духа». Она познакомит петрозаводчан с историей литеранской общины, покажет богослужебную утварь и старые редкие книги. Будет звучать музыка. У нас проходит очень много концертов, как хоровой, так и инструментальной музыки. И в этот раз у нас будет большой концерт, часовой, зарубежной вокальной музыки. Не будут спать и завсегдаты и всероссийской акции. В Музее изобразительных искусств художники вместе с посетителями создадут акриловых рыб и сказочных птиц. В Музее промышленной истории диджей с патифоном включат старые виниловые пластинки, а вечером на Литейную площадь выйдут сумасшедшие машины. Программа Национального музея в этом году столь обширная, что едва ли поместилась бы на листе бумаги. Посетителей ждет ночная лекция под названием «Петрозаводск. Революция футбол» и открытие выставки, посвященной визиту императора Александра II. Кроме традиционных, музей предложат и необычные проекты. Мы устраиваем такой диалог с музейными посетителями. Книга рекордов Национального музея Республики Карелия. Посетитель, придя в музей, может выбрать в эту ночь экспонат, который, он считает, надо занести в Книгу рекордов. На площади Кирова и в Старом городе будут почивать травяным чаем и кашей из топора. Развлекать горожан играми, мастер-классами, выступлениями коллективов и интересными экскурсиями. А на острове Кижи посетителей ждет полное погружение в историю Зонежья с выступлением фольклорных коллективов и известных карельских групп. Им расскажут об архитектуре острова и даже обещают показать рождение иконы. Можно будет увидеть, как из льняного семени появляется рубашка. Можно будет увидеть, как и стать зрителями, свидетелями и соучастниками процесса, как из ржаного семени появляется пирог. Каждый год музеи и выставочные залы открывают свои двери после захода солнца, чтобы привлечь молодежь, показать ресурс, возможности, потенциал современных учреждений культуры. В прошлом году ко всероссийской акции «Ночь музеев» присоединилось более 20 тысяч человек. Сотрудники музеев уверены, в этом посетителей будет гораздо больше.